Продолжение следует... Карта Солнца, Старший Аркан. Здесь, знаете, успех, везение, удача, хорошее настроение, будет море энергии. Здесь вы преодолеете любые препятствия в этот день. Также, может быть, хорошие известия могут быть связаны с вами лично, либо с вашим взрослым ребенком, если он у вас есть. Может быть, он вас или она вас чем-то обрадует. Здесь также в плане карьеры могут быть какие-то достижения, может быть, здесь повышение, может быть, какое-то деловое предложение получите. Это потрясающая карта на здоровье, а также на финансы. Поэтому здесь для кого-то может проиграться как исполнение желания. Везение, удача. Также, знаете, получите какую-то поддержку, может быть, здесь, когда кто-то вами восхищается, гордится, вам аплодирует здесь, и вы чувствуете себя лидером, который победил, преодолел какую-то ситуацию. Телец. Карта отшельник, старший аркан. Здесь, знаете, в этот день, может быть, прояснится какая-то ситуация. Что-то станет ясным, понятным, известным. Если что-то было непонятно, был какой-то там туман, да, но здесь, наконец-то, что-то проявится, что-то выяснится. Либо здесь вы сами высветите себе какой-то новый путь действия. Также кто-то, может быть, в этот день захочет провести в одиночестве. Может быть, позволит себе, знаете, отдохнуть, либо здесь, может быть, захотите что-то проанализировать, обдумать, да, потому что здесь у нас энергия Делы. Поэтому здесь, когда вы захотите, может быть, просто уединиться, почитать книжечку, посмотреть телевизор, может быть, не захотите общения в этот день. Либо здесь для кого-то, может быть, это карта отдыха, карта отпуска, ретрита, санатория. Либо, может быть, здесь кто-то решит пойти на обследование к врачу. И здесь тогда, может быть, врач будет искать причину вашего недомогания и, может быть, будет ставить вам диагонус здесь какой-то. Но здесь, в принципе, по этой карте, знаете, это когда какая-то ситуация либо прояснится, либо в этот день просто захотите, чтобы вас не тревожили, и захотите что-то самостоятельно, либо в одиночку делать. Близнецы. Карта звезда, старший аркан. Стать этой звездой, быть в центре внимания, это исполнение желания, это как дотянуться до своей звезды, до своей мечты. Потому что здесь будет уверенность, уверенность в себя, свои силы, свои способности. Также у человека здесь будет вера. Он будет знать и верить, что у него что-то получится, он что-то сможет реализовать, он сможет достичь своей цели. Если вы занимаетесь онлайн-бизнесом каким-то, то здесь вы станете популярным, либо прославитесь здесь, да, либо ваш бизнес станет популярным. Либо, может быть, в этот день будете в центре внимания, когда все, может быть, будет происходить так, как вы захотите, да. Либо здесь появится у вас какое-то желание, либо мечта. Или будете общаться с таким человеком, который будет верить в себя, у которого будут какие-то цели, и он будет целеустремленный, и будет стремиться к каким-то прогрессам. И может быть, такой человек, знаете, по гороскопу водолей. Либо, может быть, вы будете вместе что-то с этим человеком делать, либо вы будете общаться с таким человеком. Может быть, это ваш партнер. Ну, такая вот суть. Суд. Здесь получите какие-то новости, известия. Может быть, раздастся какой-то звонок, может быть, вам кто-то позвонит, и вот это очень важный звонок, либо важные какие-то сообщения для вас, которые смогут, может быть, повлиять на вашу дальнейшнюю ситуацию, допустим, либо откроют для вас новые какие-то возможности, либо вы поменяете свое мнение или взгляды свои, так как вы воспринимаете какую-то ситуацию, либо кого-то. Также здесь, может быть, вы будете анализировать и оценивать, может быть, себя, свои какие-то поступки, какие-то разговоры, которые произошли в прошлом, потому что по этой карте также еще может проиграться для кого-то как карма. Либо здесь, знаете, когда вы начнете что-то менять в своей жизни, потому что вам что-то не нравится, что-то уже давно не устраивает, и поэтому здесь будут какие-то перемены. Либо, может быть, вы будете обращаться за помощью в этот день. Это, может быть, к врачу, может быть, в больницу нужно будет поехать, может быть, здесь нужно будет вызвать скорую помощь, пожарников, либо, может быть, милицию и так далее. Ну, здесь как будто будете обращаться за какой-то помощью. Лев. Шестерка. Шестерка мечей. Здесь, знаете, когда человек принимает решение уйти, выйти откуда-то, когда он направляется к более стабильной, спокойной жизни, и кто-то в этом ему будет помогать. Может быть, для кого-то это будет какая-то поездка, переезд, может быть, смена работы. Потому что здесь как будто что-то давно не устраивало. Если это в отношениях, может быть, не устраивало давно что-то в отношениях, и вы примете решение выйти, уйти с этих отношениях. Может быть, заберете своего ребенка, если он у вас есть, и вдвоем, может быть, уедете. Либо, может быть, примете решение с семьей вместе переехать в другой город, или в другой район, или сменить место жительства. Но здесь будут какие-то поездки. Также эта карта символизирует, когда вы движетесь к более стабильной, спокойной жизни, когда что-то здесь нормализуется. Если были какие-то бурные волны здесь, то, наконец-то, здесь что-то нормализуется, и вы будете двигаться к более спокойной, стабильной жизни. Потому что даже если вы примете решение выйти, уйти откуда-то, то это будет к лучшей жизни. Дева. Туз. Туз мечей. Будете принимать какие-то важные решения. Коммуницировать, отвечать, говорить, обучаться, анализировать, строить какой-то план, что-то тщательно обдумывать здесь, может быть, да, сказать, как отрезать, что-то, может быть, прекращать делать. Вот. Ну, и здесь как будто обдуманные какие-то действия. Также здесь будете начинать что-то, потому что здесь это тоже новые начала, новые возможности какие-то, особенно если это касается планирования, коммуникации, обучения. Вот такая вот карта. Весы. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Будет такой очень активный день, потому что получите какие-то сообщения, новости здесь, что-то вокруг вас будет очень быстро двигаться, потому что здесь может быть прогресс, успех в каких-то ваших делах. Здесь, может быть, вы примите решение поехать, полететь куда-то. Получите какие-то сообщения, и нужно что-то быстро делать. Ну, здесь, естественно, нужна будет быстрая реакция, потому что что-то сдвинется здесь с места. Ну, это также, знаете, прогресс. Прогресс в каких-то ваших делах. Скорпион. Восьмерка. Восьмерка чаш. Ну, здесь такая эмоциональная карта, когда человек принимает решение найти себя, и, может быть, он здесь отправляется в путь для того, чтобы это сделать, потому что здесь есть стабильная ситуация, все вроде бы в порядке, ну, как будто здесь чего-то не хватает, либо он уже перерос с чего-то здесь, да, его что-то не устраивает здесь по этой карте, и он примет решение выйти, уйти откуда-то, либо отправиться в путь здесь. Может быть, решите переехать, может быть, решите, знаете, будете решать какие-то вопросы, связанные с вашим жильем, где вы живете, либо примите решение, что вы не хотите находиться в каких-то отношениях, либо, может быть, не хотите находиться на работе, на которой на данный момент вы работаете, да, потому что вас что-то там не устраивает. Но здесь человек именно уходит, уходит к лучшим возможностям, к лучшей жизни, и также он в поиске себя, он будет делать то, что ему будет нравиться. Может быть, у него не было возможности делать что-то, но сейчас появится такая возможность сделать то, чего он очень давно хотел делать, то, что его будет вдохновлять, удовлетворять. Стрелец. Туз. Туз жезлов. Здесь будете начинать что-то, потому что здесь будут приходить какие-то новые идеи, появляться, знаете, новое желание, здесь будет целеустремление, мотивация, здесь будет возможность сделать первый шаг. Поэтому здесь самое главное не упустить эту возможность, не откладывать это на потом, а именно начинать действовать, потому что вот эти новые начинания или это новое начало даст вам какой-то прогресс, какой-то результат в каких-то ваших делах. Эти новые начинания могут быть связаны с чем угодно. В зависимости от вашей личной ситуации, это может быть и обучение, и может быть какой-то проект, и может быть связано с документациями, либо с вашим бизнесом и так далее. Козерог. Двойка. Двойка Пентакли. И здесь немножко придется жонглировать вашими финансами. Нужно будет что-то сбалансировать. Также здесь нужно будет построить какой-то финансовый план, что-то проанализировать, либо принять решение здесь нужно будет. Это еще карта выбора, когда вам нужно будет выбрать что-то. Может быть, вы захотите потратиться или вложиться во что-то в этот день, но в то же время будете как будто принимать решение. Ну, здесь нужно будет что-то взвесить, потому что здесь по этой карте также может давать дуальность, когда у человека есть что-то одно, и он захочет что-то второе, да. Либо здесь второй источник дохода появится у вас. Но это не карта риска, поэтому если вы планируете брать какие-то дополнительные ответственности, как суду, либо кредит, то здесь, наверное, лучше все тщательно взвесить, обдумать, проанализировать, прежде чем принимать такое решение. Водолей. Карта колесница. Здесь прогресс, здесь успех, здесь стремление достичь. Это карта движения, поэтому здесь вы будете контролировать какую-то ситуацию, управлять, двигаться вперед. Для кого-то это может быть движение, движение в плане того, что, может быть, нужно будет поехать куда-то, может быть, это поездки, какие-то переезды, что-то связанное с транспортом, либо будете решать вопросы транспорта, либо будет такой очень активный день, где вы будете, знаете, иметь контроль, где вы будете контролировать, где вы будете управлять и где вы будете стремиться достигать что-то, потому что это также карта говорит о том, что вы на правильном направлении, вы движетесь в правильное направление, поэтому здесь может быть какой-то успех, сдвиг также в ваших делах. Рыбы. Паш, Паш, Мичей, здесь получите какие-то сообщения, новости, либо будете начинать что-то новое, здесь, может быть, нужно будет что-то подумать, обдумать, построить какой-то план, прокоммуницировать, что-то узнать, может быть, начнете обучаться, либо будете решать какие-то вопросы, связанные с обучением, может быть, ваше личное обучение, может быть, обучение вашего ребенка, например, будете искать какую-то подходящую школу, либо искать репетитора, либо давать его обучаться на иностранные языки, либо получите какое-то известие, какую-то новость здесь, и, может быть, здесь будете также планировать, коммуницировать, что-то узнавать, общаться, вот такая вот карта. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья, я вам желаю удачи и успехов на завтра, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok